Так, всем привет! Сегодня у нас мукбанг. Именно сейчас? Ну ладно, привет. Андрей хлебушек ломает. У нас сегодня мукбанг, мы сегодня будем есть пиццу, ну это я буду есть. Вот такая пицца, это покупная была там рожная, я просто добавила в такую басу и специи. Превью? Сейчас будет превью, Андрей покажи, что ты ешь, и мы сфоткаем на превью. Это кебаб. Эй, ну чё своё? Воруй это, бейся. А ещё у меня есть такой салат с тунцом. Тут, кстати, Андрей, знаешь, соус хрену. Я этого не увидела в магазине, надеюсь, всё будет нормально. Пьём газёвку, и ещё у меня есть чесночный соус к пицце. Давай превью сделаем, будем есть. Так, теперь мне надо порезать пиццу. Да, и мы сегодня поговорим о съёмках, мы вчера были на съёмке, ну не только, кстати, вчера были, пазов вчера, пазов вчера, пазов вчера. Давай по порядку, наверное, вот из этой серии съёмок, на кой мы были первые. Я хочу есть, если честно, но надо с тобой разговаривать. Мы были четыре раза подряд на съёмках с Четверга по воскресенье. Вот, все, нет, не все, три съёмки вы можете видеть на моём канале. Да, кстати, я их добавлю. Ссылочка. Или здесь. Будет сейчас всплывать, ссылочка на мой канал, и ещё в течение видео будут ещё ссылочки на мои видео. Три видео я заснялся, съёмок, я там всё показываю, какой там процесс происходит, что мы делаем и так далее. Вот, переходите, обязательно смотрите. Так, посмотрите на мой салатик. Тунец, пекинская капуста, горошек, паприка, кукуруза и соус. Тут ещё вилка. Я буду своей вилкой есть. Мне интересно, какой на вкус соус. Я, наверное, его вывалю. Вот, да, кстати, переходите, смотрите видео Андрея. Андрей там снимал прям с места съёмок. Съёмок, что это участка. Да. Да, смотрите, как много салата у меня тут получилось. Я, конечно, не ожидала такого поворота. Так вот, на каких мы были первых съёмках? Были ночные съёмки. А перед ними что-то было? Нет, это ночные съёмки. А, вот, да, ночные съёмки. Да, мы с трёх часов, ну, с четырёх до двух часов ночи. С четырёх вечера, да, до двух часов ночи снимали. Ну, точнее, снимали мы где-то с одиннадцати до двух. А до этого времени мы просто ждали, когда что-то начнётся. Ну, это, в принципе, нормальная практика на съёмках практически всегда. Так что-то такое, ты долго ждёшь. И, ну, как быстро. Допустим, вчера я ждал весь день и не снялся. Да, я снимала вчера во всех сценах. Ну, короче, вот это ночная съёмка. Это что мы снимали? Боже, у меня вот несколько дней проходит, и у меня уже всё забылось. Мы снимали, как типы проходят с крестом. Нет, что я имею в виду? Это сериал, фильм? Это все наши страхи. А, это фильм. Э, сериал. Не знаю. Или фильм. Да, короче, или фильм, или сериал, который называется «Вшистки наши страхи». Все наши страхи. Ну, чё там было интересного? Было интересно то, что на нём не делали тест на коронавирус. Ну, если честно, даже если делают тест, то он недостоверный. И поэтому у тебя нет никаких вообще гарантий, что ты не заразишься. Это, кстати, знаете, на вот этой съёмке, это был второй наш съёмочный день, да? Второй, по-моему. Какой вы всё? Ну, короче, это была короткая съёмка. Снимали сериал. Я не помню, какой сериал это был. И нам сделали тест. И очень странный тест такой был. Это была кровь из пальца. И он просто какой-то мгновенный, видимо, у них. Потому что только сделали, и результат вот просто даже минута не прошла, как он говорит результат. Вот здесь это видео сейчас будет всплывать. Да, там в Англии есть об этом. Вот. И вообще эта съёмка была такая очень странная. Мы записались на неё за два дня. Подтверждали смс-ками то, что мы будем. Подтверждали своё присутствие. Но когда мы на неё пришли, нам сказали, что вместо нас пригласили кого-то другого, потому что мы не подтвердили своё присутствие сообщением в тот день, когда съёмка была. Но такой прикол, что мы не получили никакого ни сообщения, никто нам не звонил, ничего такого не было. Но мы с этим разобрались. Так хорошо, пока Маша русского говорит. Ну да, нам сказали, когда мы пришли, что нам звонили и писали смс-ки, но по факту нам смс-ки пришли только через часов пять, а пропущенных так и не было. Ну какая-то странная ситуация получилась. Но всё равно нас оставили на съёмках, мы снялись, получили денёжки и пошли домой. Вот, ну вчера как раз-таки были самые... Эпичные, эпичные. Ну для меня, не для меня, потому что я... Короче, самые такие тяжёлые съёмки, но не для меня, потому что я не снимался. И я просто то спал там, то просто сидел, то ещё что-то делал. Правда, ты немножко сходишь с ума от того, что ты просто сидишь в телефоне и ничего не делаешь. Это такое себе. Вот. Я, кстати, хочу рассказать, как мы вообще попали на вчерашние съёмки. Ну, можешь рассказать. Позавчера мы были на съёмках этого же фильма в ковярне, ну, в кофейне. Это исторические съёмки, нам надо было переодеваться. Это были какие годы? 70-е, да, где-то? Вот, мы приехали в эту кофейню, и нас за весь съёмочный день не задействовали ни разу. Ну, и попросили прийти на следующий день. Съёмка в суде этого же фильма. Это последний съёмочный день был этого фильма. Вот, мы пришли. Я вообще думала, что будут очень лёгкие съёмки, потому что до этого в ковярне были вообще лёгкие. Пришли, и оказалось, что это просто жесть. Во-первых, было очень много людей. А когда много людей, и ещё и с переодеванием, то это очереди огромные, постоянно дождать что-то. И это как бы напрягает, от этого устаёшь. Вот, и вообще мы пришли, пока нам дождались, пока нам выйдут задежду, переоделись. Это сколько, наверное, это заняло? Часа четыре, да? Если не больше. Вот, были очень голодные. Ну, я переоделся, в 6.30 мы пришли, а переоделся я только в 11.30, ну, где-то пять часов. Угу. Были очень голодные, потому что съёмка с раннего утра. Ну, и по сути, ты не можешь куда-то уйти, в магазин сходить во время съёмки. Ну, во время, вообще-то, съёмочного дня, даже если ты на данный момент, ну, сидишь просто без тела, ждёшь. Да? Ну, только во время перерыва. Ну, во время перерыва уже обычные кормят. Ну, да. Попробую пиццу. Съем маленький кусочек. Угу, попробуем. Андрей мне говорил, какие такие пиццы невкусные, ну, замороженные. А мне, кстати, нравится. Потому что эта пицца, 4 сыра, она была с разными сырами и томатными. И я на неё ещё положила колбасу и специями, приправами посыпала и маслом. Ну, если сравнить её с нормальной пиццей. Не, ну, понятно. Ну, она и стоит, и дешевле, чем нормальная. Ладно, расскажу вам пока что про съёмочки. Отличная идея. Что ещё вам рассказать про это? Съёмочки были вот 4 подряд. В принципе, для меня не такие уж сложные. Потому что я в последних двух вообще не снимался. В первой снимался только одну сцену. Во второй, что было во второй. Второй там вообще изи было. Это где мы сидели в бане? Да, я просто стоял, Маша просто сидела. Поэтому не так уж и сложно. А вот для Маши последняя съёмка, конечно, очень сложная оказалась. Ну, и в принципе, хорошо так заработали за этот период. И я завтра снова иду на съёмки. У меня сегодня такой выходной. А я уже в стране иду. Да, может, всё равно выходные продолжаются. Я иду завтра, послезавтра. Ну, и надеюсь, что ещё пойду, чтобы четверг, пятница, суббота и воскресенье, наверное, тоже схожу. Ну, если, конечно, будет съёмки. Тогда я бы тоже уже походила. Вот, потому что денежки сейчас нужны. У меня глаз дёргается всё. У меня ещё сегодня Ксюша сказала, что возможно будут вводить этот блокдаун. Ну, да, сегодня, кстати, 22 тысячи. Ну, в принципе, это всегда говорят. 22 тысячи заработали. Ну, введут, мне кажется. Введут просто через некоторое время. Мне кажется, прям полно не введут. Ну, в Германии, во Франции ввели. В Чехии ввели, в Бельгии ввели. Я думаю, у нас введут. Ну, я надеюсь, что нет. Мне бы не хотелось дома с Чехией снова. Ну, оно как бы прикольно. Либо помирать на улице, либо выживать дома. Ну, если честно, ну, 22 тысячи, как бы, вроде бы мало, но если это будет продолжаться, то и может и больше быть. Поэтому лучше перестраховаться, закрыться. Ну, правда, экономика может закончиться на этом. Я не уверена, что это прям как-то глобально может помочь. Ну, будет меньше зараженных. Не факт. Ну, проверим. Вот, смотри, сейчас по 20 тысяч ведет. По 20, по 27. Почти 30. И вот введут локдаун, будем считать, сколько будет. Это просто я вот читала статью, что эти показатели все тоже не самые достоверные. Ну, естественно. Потому что всегда делают разное количество тестов каждый день. К концу недели их меньше всегда. Начало недели больше. Ну, если честно, я хотел бы сказать, что пофигу. Да, нифига не пофигу, потому что тогда ни работы, ничего не будет. Хотя, мне кажется, все равно съемки будут. Или нет? Ну, это работа, а что их закрывать? Думаю... Просто не забыла выходить на улицу бездельно через пособие. Не, ну на работу тогда можно будет ехать? Ну, да, я думаю, съемки будут. Ну, надеюсь, хотя бы на это... Но там же как было тогда, что ты мог ехать на работу, предоставив договор свой. Ну, я могу смс-ку показать. Что мы пригласили на такой-то какой-то... Это не договор? Мы просто договор подписываем вот уже там на предметной съемке на один день. А как я могу подписать договор, не встречавшись с человеком? Или это тогда не считается за работу? Ну, это тоже работа? Нет, это считается за работу, но это просто как умова от дела там, да? Умова с лицейной надо быть, иногда хватит от дела. Когда бывает умова с лицейной? На съемках? Угу, на попкорне, по-моему. Нет, это все, умова с лицейной, это на долгий срок. У-у-у. Не знаю, я читал так, что умова с лицейной, это когда ты устраиваешься на работу куда-то, и это типа такая... Ну, умова, когда ты можешь уволиться спокойно. Ну, да. А умова от дела, это просто ты вот... Это от дела, типа дело. Ну, дело, да, это вот конкретное. Вот, допустим, конкретная съемка, то есть это дело. Действия не точно была. Ну, я... Ну, вот посмотри, обрати внимание, вот, в следующий раз. Вот и завтра на попкорн. Вот, и обрати внимание. Попкорн самое ужасное... Что это? Агентство. Потому что самая ужасная агентство, дочка. Не ходите на попкорн. Да просто это ужасно, но... Ну, самые плохие условия. Да, такое себе. Вот я завтра пойду, потому что денежки нужны. Ой, завтра Андрей идет. Съемка режиссера Патрик Вега. Это просто какой-то отбитый чувак вот вообще. И вот мы были один раз на его съемке. Этого же фильма, кстати. И там вообще трэш какой-то был. И он сам какой-то не самый адекватный чувак. Ну, не знаю, мне пофигу. Как-то я на режиссера. Он же меня никак не касается. Ну, как не касается? Он тебя сюда не отдрек. Ну, не он. Со мной работает режиссер-постановщик. Вот ты ешь, и мне хочется есть. Да, я сейчас съем и переем, поэтому... Ты же поела. Ну, ты же ешь, и мне хочется. Да, я сейчас доем. Компанию, ты со стойкой. Мы еще будем пить чай? Или не будем? Ну, не знаю, наверное, нет, я не пить чай. Маша сегодня купила такой лимонадик. Газировка. Газировка. Ну, такое себе, мне не сильно нравится. Сейчас расскажу. Да, Маша бы ты думала о покупке лимонада, как у нас в России, а точнее, в Петербургске. Я хотела купить именно лимонад. А вот как у нас есть груша, там, барбарис или как-то. Груша. Но здесь, видимо, такого нет. Потому что вот из, как бы, что-то, ну, приближенному к этому, вот, наверное, вот этот, от этого оранжада. Да. Но я бы не сказала, да, чтобы она прям супер вкусная. Но типа просто сладкий газированный напиток. Ну, такое себе. Я бы уже потом думала, может, это типа тоника что-то, но нет. Вот по типу, как швепс. Фух, я даже объелась. Тут салат был 200 грамм. Такая целая коробка и пол пиццы. Ну, даже чуть меньше, по-моему, ты тоже чуть съел. Ну, я совсем хушил. Да, еще соусом, ой, уж, свечой, я пила газировку. Прям объелась. Но было вкусно, мне понравилось. Мне тоже понравилось. Ладно, я думаю, пора заканчивать, ты затянулась. Да, все. Я тут главный. Если что, это мой канал. Так, все, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока.